приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня мы продолжим рассматривать книгу о форме земли плоская земля просветление от маяков достаточно копии книги маяки мира и калькулятор чтобы доказать что земля это не шар а большая ровная плоскость расстояние в море с которого виден свет различных маяков по всему миру намного превышают то что можно было бы увидеть на земном шаре с окружностью в 40 тысяч километров например дюнкерский маяк на юге франции высотой 194 фута то есть 59 метров виден с расстояния 45 километров сферическая тригонометрия говорит что если бы земля была шаром запада с заданной кривизной 8 дюймов на милю в квадрате то этот свет должен был бы скрыться на 58 метров ниже уровня горизонта высота маяка в порте николсон новая зеландия составляет 420 футов 128 метров над уровнем моря и он виден за 35 миль за 56 километров но это значит что он должен находиться на расстоянии 67 метров ниже уровня горизонта маяк йогера в норвегии находится на расстоянии 47 метров над уровнем моря и виден на расстоянии 28 статутных миль что значит что он должен находиться на расстоянии в 230 футов ниже горизонта маяк в мадрасе на эспланаде имеет высоту 40 метров и виден с 46 километров когда он должен быть на 76 метров ниже линии горизонта маяк карданен высотой 63 метра на западном побережье франции виден с 31 мили то есть 50 километров что должно было быть на 85 метров ниже линии видимости маяк на мысе банависта не фауленд составляет 156 футов над уровнем моря это 46 метров и виден с расстояния 56 километров когда должен он быть на 150 метров ниже линии горизонта высота маяка шпиля церкви святого батольфа в бостоне составляет 88 метров он виден с расстояния 64 километра когда он должен быть скрыт на целых двести сорок четыре метра за уровнем горизонта ширина пролива святого георга между холлихендом и кингстауном харбор недалеко от дублина имеет по меньшей мере 60 статутных миль то есть 96 километров пассажиры не редко наблюдали на значительном расстоянии от центра пролива свет маяка с пирса холлихэт и маяка пулберг в дублинской бухте маяк на пирсе холлихэт светит красным светом с высоты 13 метров над уровнем моря а маяк пулберг светит двумя яркими огнями с высоты 21 метр судно на середине пролива находится на расстоянии 48 километров от каждого маяка а наблюдатель стоит на палубе высотой 7 метров над высотой при таких условиях на земном шаре линия горизонта была бы выше на 10 километров вычтем 10 километров из 48 расстояние от горизонта до холлихеда с одной стороны и до дублинской бухты с другой получается 38 километров 24 в квадрате умножаем на 8 дюймов должно образоваться наклон в 30 384 фута то есть 117 метров высота маяка пулберг составляет 20 метров а красная лампа на пирсе холлихэт находится на высоте 13 метров следовательно если земля является шаром то эти оба маяка всегда должны находиться на 96 и 130 метрах ниже уровня горизонта соответственно это подсчеты доктора сэмюэля роботома из книги астрономическое исследование земля не является шаром мореплаватели видят свет излучаемые маяками на таких расстояниях что во многих случаях эти маяки должны быть много сотен футов ниже линии видимости и в соответствии со шкалой предполагаемой кривизны установленной астрономами например маяк на мысе хат террас виден на таком расстоянии в 64 километра это согласно теории он должен находиться на девять сотен футов то есть на 274 метра над уровнем моря чтобы быть видимым это убедительное доказательство того что нет кривизны на равнине моря хотя нелепо сама необходимость доказывать все то но тем не менее это неоспоримое доказательство того что земля не является шаром так сказал вильям карпентер из книги 100 доказательств того что земля не является шаром маяк на острове уайт в англии высотой 55 метров можно увидеть с расстояния 67 километров на котором как утверждают современные астрономы свет должен уйти вниз на 303 метра ниже поля видимости нам маяк на мысе а гульяса в южной африке высотой 10 метров расположен на высоте 72 метров над уровнем моря и его можно было бы увидеть более чем за 80 километров если бы земля была шаром то этот свет был бы ниже поля зрения наблюдателя на 427 метров статуя свободы в нью-йорке стоит на расстоянии 99 метров выше уровня моря и в ясный день ее можно наблюдать на расстоянии в 96 километров если бы земля была шаром то леди свобода оказалась бы на невозможные 632 метра ниже горизонта маяк в порт саид в египте на высоте 18 метров был замечен на удивительном расстоянии в 93 километра где по данным современной астрономии он должен был бы находиться на шестьсот шестьдесят пять метров ниже линии видимости расстояние с которого на море можно увидеть свет полностью опровергает идею что мы живем на огромном шаре так сказал томас виншем из книги ищущая космогония другим хорошим примером является собор нотр-дам в антверпене высота которого сто двадцати метра он от подножия башни а высота над уровнем моря составляет 142 метра с помощью телескопа корабль можно различить на горизонте и капитаны заявляют что они могут видеть купол собора с невероятных двести сорока одного километра однако если бы земля был шаром то на таком расстоянии купол должен был быть на 1 и 6 километров ниже линии горизонта согласно тригонометрическим расчетом произведенным во франции биотом и арага доказано что свет мощной лампы с хорошим отражателем помещенные в испании на скалистой вершине называемый десерта лас пальмос был отчетливо виден с скампрея на острове ибица высота обеих лампочек было почти одинаковой расстояние между ними было 161 километр если земля является шаром то свет на скале в испании был бы более чем на два километра ниже линии видимости сэмюэль роботом из книги астрономическая исследование человек которого звали подполковник порт лак использовал кислородно-водородные источники света друмонда и гелиостаты для отражения солнечных лучей от пунктов установленных на горе персела в южном олисе и горе кипур в 16 километрах к юго-западу от дублина приборы были установлены на одинаковой высоте над уровнем моря и освещали канал святого георгия на 174 километра технические проблемы мешали эксперименту порт лака в течение нескольких недель пока наконец одним прекрасным утром он не написал в течение пяти недель я наблюдал напрасно когда к моей радости гелиостат засверкал в ранних лучах восходящего солнца и продолжал быть ярким как звезда целый день если бы земля была шаром то свет порт лака должен был бы остаться навеки невидимым спрятанным около мили с половиной то есть два километра 400 метров за кривизной земли если мы будем ночью плыть вниз по часапикс кому заливу то увидим свет горящий на острове шарпа за час до того как пароход подойдет к нему мы можем занять место на палубе так что борт судна будет находиться на одной линии с лучом света и в поле видимости тогда мы увидим что во время всего путешествия свет свет не отклониться не в малейшей степени от своей очевидной высоты но скажем что расстояние в 13 миль то есть 21 километров было пройдено тогда теория астрономов о кривизне требует изменения в одну или другую сторону видимые высоты этого света на 1 на 112 футов 8 дюймов то есть 34 метра однако так как разница в 100 футах несущественно у нас есть простое доказательство того что вода часапикс кого залива не является выпуклой что является доказательством того что земля не является шаром вильям карпентер на основе представленных сведений о том как далеко можно увидеть огни в море мы вправе заключить что мир представляет собой расширенную плоскость они шар как спекулируют астрономы томас винш из книги ищущая космогония каналы и железные дороги свидетельствуют о том что земля плоская геодезисты и инженеры и архитекторы в своих проектах никогда не учитывают предполагаемую кривизну земли что является еще одним доказательством того что мир представляет собой плоскость они планету каналы и железные дороги например всегда прокладываются горизонтально часто на сотни миль без учета какой-либо кривизны один геодезист мистер westwood в январе 1896 года писал в журнале обзор земли в нивелировании я использую регламентированные пункты или уровни каналов чтобы получить высоту над уровнем моря для меня было бы загадкой то что на дистанции в несколько миль каждый уровень трактуется как неизменный на всей своей протяженности от одного до другого конца без малейшего учета кривизны один из гражданских инженеров этого округа после обмена некоторым количеством аргументов с каждой стороны по поводу учета кривизны и сказал что не верит что в этой жизни кто-то знает настоящую форму земли другой геодезист инженер с 30-летним стажем писал ежедневники бернингем увекли mercury 15 февраля 1890 года я хорошо знак знаком с теорией и практикой гражданской инженерии однако некоторые из наших профессионалов фанатично относятся к теории установленных правил геодезического проектирования хотя в нашей среде хорошо известно что такие теорические изменения невозможно продемонстрировать на практике все наши локомотивы так сконструированы чтобы работать на поверхности которую можно назвать равниной или плоскость есть конечно частичные подъемы или скаты там и тут но они всегда точно определены и должны быть аккуратно преодолены но что-то близкое к 8 дюймам на милю увеличивающийся с квадратом расстояния невозможно преодолеть никаким двигателем созданным на сегодняшний день сравнивая между собой железнодорожные станции по всей англии и шотландии можно заявить что все платформы находится относительно на одном уровне расстояние между восточным и западным побережьем англии составляет примерно 483 километра если предписанная кривизна была бы действительно такой как представляется то центральные станции в ракби и варвике должны быть примерно на 3 мили выше прямой проведенный между двумя конечными точками если бы дела обстояли так то не нашлось бы водителя или машиниста королевстве который взял бы на себя ответственность за проезд мы можем только смеяться над тем и теми читателями которая серьезно верит в наши такие рискованные подвиги как вождение поезда по сферическим закругленным поверхностям горизонтальные кривые кривые на равнинах достаточно опасны вертикальные кривые были бы в тысячу раз хуже с нашими современными подвижными составами такое физически невозможно то есть 1890-х годах то есть это 130 лет назад еще до примерно примерно 130 лет назад люди уже объясняли черным по белому что нельзя доказать шарообразность земли но прошло 130 лет назад и как видите аву воз и ныне там как говорится это были некоторые доказательства пользу иной формы земли с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мой контент ставьте лайки всем спасибо и пока спасибо 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 Продолжение следует...